Вдоль цветущих клумб и уличных кафе привычный городской букет. Только теперь он ощущается иначе. Даже такая простая вещь, как огурцы, самая примитивная еда. Они мне страшно неприятны на вкус. Пателл – бизнесмен. В октябре прошлого года заразился коронавирусом. Симптомов почти не было. Потом перестал распознавать запахи. Большинство и сейчас воспринимает искаженно. В родном Чикаго врачи не смогли восстановить обоняние и вкус. Они сказали, что ничего не могли сделать. Фирма Пателла после карантинного простоя набирает обороты, а сам он никак не может войти в норму. Отменяет бизнес ланчи, командировки. Даже любимые духи жены пришлось спрятать подальше. Последняя надежда в каком-то из этих флаконов. Вы помните, как пахнет гордыния? Да. Это гордыния. Красивая, крепкая, чувственная. Сью Филлипс – эксперт по ароматам. Парфюмер с мировым именем. Во время пандемии духи ушли на второй план. Сью стала помогать людям восстанавливать потерянные заболезни обоняния. Нейробиологи обладают техническими знаниями о том, что происходит с обонятельной луковицей и лимбической системой. Это научный аспект. То, что делаю я, находится на эмоциональном уровне. Парфюмер Сью называет это «нюхать мозгом». Система обоняния – единственная, в которой орган чувств напрямую связан с мозговым центром обработки данных. Говорит, именно там происходит вибрация, в результате которой появляется способность улавливать запахи. Когда вы нюхаете, я хочу, чтобы вы думали об ароматах, которые дают позитивные ощущения. В своем кабинете Сью готовит специальные пахучие смеси, начиная с легких, где мята, лаванда и роза, до более резких, с пряностями и мускусом. Процесс распознавания запахов занимает около часа. Итак, сегодня мы попробуем рассеять туман. Как ты настроена? Оптимистично. В 90% случаев, по словам Сью, пациенты делают успехи. Но возвращение в мир привычных благовоний – порой очень эмоциональный процесс. Это очень тяжело. У Джуани похожая на многие истории. Приболела ковидом, потеряла обоняние, потом какие-то запахи вернулись. Но в измененном виде после вакцинации стало даже хуже. Теперь все пахнет очень плохо. Кофе пахнет мусором. Фрукты, апельсины, например, пахнут, как будто открываешь бутылку с хлоркой. И такой же химический вкус. С марта жизнь Джуани и ее близких никак не может наладиться. О совместных семейных обедах пришлось забыть. Многие блюда просто не может готовить. От запахов буквально теряет сознание. Неприятный запах. Очень плохо пахнет. Долгосрочное влияние COVID-19 на органы чувств ученые только начали изучать. Причины возникновения многих симптомов по-прежнему непонятны. Но известно, что запахи активизируют память. А это, в свою очередь, помогает наладить баланс в организме. Пробуя различные ароматы, человек улавливает остаточным бонянием некоторые вещи. А это, в свою очередь, провоцирует воспоминания из прошлого. Бумажные полоски для духов – блотеры. С узнаваемыми, приятными ароматами пациенты складывают отдельно. Из этих эфирных масел по окончании сеанса парфюмер Сьюз делает специальную композицию. Ароматерапию нужно проводить несколько раз в день. Такое вот домашнее задание, от которого просто захватывает дух. Нина Вишнева, Александр Барыш, Наталья Латухина. Настоящее время Америка. Нью-Йорк.